Итак, мы в лесном городке Возле магнита Идем, чтобы выяснить Очень интересующий всех вопрос Это агентство, где мы всегда берем туры Здесь работает мой хороший знакомый Сейчас мы выясним ситуацию на туристическом рынке Саня, здорово! Всем привет! Мы собрались сегодня здесь по очень важному поводу Это агентство Алекс Тур, лесной городок Его директор генеральный Александр Осин Он ответит сейчас на самый интересующий сейчас вопрос Что делать и как быть с теми турами Которые уже забронированы И ввиду вируса COVID-19 Люди не смогли улететь Что делать И какие для этого рекомендации дает рост туризма Значит, на что можешь ответить, Саня? Coral Travel Да, на что дает, в принципе, одинаковый ответ все Первым делом, не наводить панику Если ваш тур еще не состоялся Или только будет состояться, допустим, на лето То есть он не аннулирован Вы его сами не аннулировали И по планам он еще как бы есть В принципе, если там это июнь, июль, июль, и август, допустим, сентябрь Не надо бежать и его аннулировать Потому что данная процедура вы попадаете под штраф То есть если тур у вас не аннулируется до момента вылета То есть страна не на карантине, она официально не закрыта То там 50% оплачено или сколько? Аннулировать его не стоит Потому что даже если вы сейчас аннулируете Потом все наладится, вы захотите полететь Потом по той цене, какой вы бронировали на раннем бронировании Это уже не останется То есть те туры, которые сейчас аннулировались В связи с закрытием страны Это апрель Некоторые уже аннулировались на мае Это, допустим, Куба И Доминикана уже официально попали под закрытие страны Они автоматом аннулируются Заявки слетаются То есть денежные средства, они сохраняются То есть денежные средства сохраняются по тому курсу Когда бронируют Да, когда бронируют То есть они сохраняются не в рублях, так сказать, а в евро То есть она сохраняется и в рублях, и в евро Потому что эту сумму можно воспользовать на какой-нибудь российский отдых Ну да, да Но если мы выбираем страну евро зарубежную То она сохраняется, там, курс евро На тот день, когда что было оплачено То есть это все гарантийным письмом Компании сейчас гарантийные письма присылают Под всем заявкам, которые слетели Аннулировались Соответственно сумма Это сохраняется до декабря 2021 года То есть два года дается на то, что человек, клиент Можно даже перебронировать, допустим, не на эту весну Соглашение подписывается Приходится непосредственно к тому агентству Подписывается соглашение о том, что данная сумма Ну запрос мы отсылаем Которые агенты отсылаем непосредственно в компанию Это там, это Coral Travel, Annex Tour, Test Tour Annex там, Pegas Туи Туи Да Пишется непосредственно заявление о том, что вы Ну, мы пишем в компанию о том, что они нам прислали гарантийное письмо И на этом гарантийном письме будет конкретно написано, что такие-то туристы могут воспользоваться данной суммой до 31 декабря 2021 года Наверное, так и придется воспользоваться Потому что, секунду, к сожалению, мы тоже потеряли 10 апреля Regnum Carrier и 29 апреля Lugia Bodrum Это очень вообще обидно, так что не думайте, что никто не пострадал, я пострадал в том числе Мы очень собирались в этот отель, особенно Lugia, мне нисколько жалко Regnum Это Ligia у меня хотела поехать в Regnum Я очень хотел попасть в Lugia и, к сожалению, летом, наверное, не удастся Потому что, ну, сами понимаете, цена хорошая, высокая Посмотрим еще, что будет Так, значит, что еще хотел? А можно ли отказаться вообще? Можете отказаться полностью от тура Если, допустим, заявка слетела, она не состоялась Гарантийные письма от тура оператора не устраивают в данный момент Хочется вернуть денег, как обычно Потому что люди больше переживают за деньги То в том случае, как бы, денежные средства оператор обязуется вернуть Но сейчас, в связи с тем, что обязательства они свои продлили Они их обязуются... Сейчас, в принципе, все выплаты приостановлены Официально даже Ростуризм, ну, на сайте Ростуризма можно найти эту информацию То есть, все выплаты денежные средства операторы приостановили В связи с тем, что им не могут выплатить также агент, ну, отельеры Потому что сейчас, в связи с карантином, многие страны закрылись Отели закрылись, бухгалтерия вся закрыта Соответственно, туроператор не может получить денежные средства Свои денежные средства, он их тоже вам не может пока выбрать Потому что обращение массовое, это, ну, очень много Ну да, понятно Соответственно, если мы сами не хотим для того, чтобы там, наши деньги сгорели Туроператоры обанкротились Не нужно сразу-сразу денежки все просить обратно Тем самым... Потому что да, это может гораздо хуже сказаться Это да, это скажется гораздо хуже Соответственно, все крупные туроператоры мы их сами подставляем То есть, они обязаются отдать деньги Но если мы их будем изначально просить наши денежки Верните нам обратно Всякими денежными... Ну, как бы, в суд обращаться и все остальное Ну, и мы тем самым подрываем... Да, могут объявить форс-мажор И вообще никому Да, поэтому пока туроператоры идут навстречу Нам лучше этим воспользоваться Хорошие условия, они будут сохраняться в течение двух лет Но, если все-таки вы хотите вернуть денежные средства Операторы их вернут Не сразу, как бы, они обязаны по законодательству В течение 10 рабочих дней вернуть эти денежные средства Но, поскольку выплаты сейчас остановлены Они начинаются только с сентября месяца Все операторы, все там, бухгалтерии, операторы говорят в одном Что выплаты до сентября месяца заморожены Денежные средства заморожены Они на депозитах, например Да, они на депозитах Они не сгорели, гарантийные письма, они как бы даются То есть, они начнут, как только немножко устаканиться Карантийные вещи снимутся Отельеры начнут возвращать денежные средства Вы можете их потребовать На возврат, сколько мы написали еще, допустим По мной, операторы, там, анаксы, коварлы, тестуры, пегасы На возврат денежных средств От библиоглобуса, вот даже многие пишут В сети интернета, я много вижу Что компания библиоглобус обязуется вернуть туристам Иначе его производить выгоды Могу сказать честно, что с 10 числа Когда еще было еще более-менее нормально Оператор конкретно библиоглобус Ничего никому не выгодил То есть, это просто слухи Это все слухи И причем реально Все оплачено официально По безналичному расчету Некоторые там, вот у нас оплачено Через какие-то, ну там, как частное лицо Директор может оплатить Ну, принесли наличные деньги Да, конечно Естественно, когда вы покупаете туры И сразу ваша заявка поступает к оператору Ваши деньги уже на безналичном находятся Да В счету То есть, ты не можешь вот так открыть тумбочку Там, дать денег Да, конечно, их же здесь нет Да? Жаль Наверное, многие хотели бы Многие хотели Ты открыл тумбочку Отдал деньги И все, идите домой До свидания Я очень много К сожалению, да Сейчас уже нет такого, что наличка Везде безналичные Везде кассы Все сразу Как только вы оплачиваете Сразу онлайн кассы И все переходит Моментально К оператору Деньги наличные Держать на это просто Сейчас по закону даже нельзя Да, ты не можешь лежать Поэтому То есть, поэтому там человек Турист оплачивает непосредственно агенту Агент оплачивает Он свое обязательство Как агент Как мы агент Мы, агент Обязательство Выполнили перед туристом Мы подобрали Забронировали Оплатили оператору Под что есть Все в принципе Если турист запросит Документы Документы Чеки Договоры Все как бы он выполнил Соответственно Агент свое обязательство Выполнил Все полностью Процедура Готовы То, что Туроператор Сейчас не может Выполнить Это обязательство Которое предоставляется Нам по агентскому договору Это форс-мажорное обстоятельство От них независимое То есть, они готовы Пожалуйста, лететь Но Из-за того К сожалению Обязательства Общения нет И так далее И так далее Все все вытекающие Что касается Переноса Сейчас Допустим Многие говорят Что вот Мы бы хотели Уже согласны Многие переноситься На сентябрь Октябрь На Новый год Многие отели закрыты Просчетов нет Мы как бы запрашиваем Сейчас стараются Операторы работают по максимуму Не только с возражением А с переносом денежных средств То есть, пока официально Заработают отели Ничего не будет Не будет На так далеко Они еще пока не могут рассчитать То есть, на лету Еще какие-то были представлены Там до октября Месяца Некоторые А некоторые еще даже Полетных программ Нет Такие, как Индия Гуа То есть, просто даже Полетные программы Ближе к Новому году Это Коралл, Тревеллан, Стор Либо Пегас Чтобы по этому номеру бронирования Который непосредственно находится Если у вас это не указано в договоре Попросите, чтобы вам предоставили подтверждение Той заявки, что была Чтобы можно было самостоятельно Всегда Это есть в личном доступе А, можно проверить На статус своей заявки Если она там состоится Либо не состоится То есть, можно зайти Статус оплаты Увидеть На какой статус она оплачена Не оплачена Аннулирована Деподирована Многие сейчас на самом деле То же самое Пегас Если когда оправляли заявку Они присылать должны были На личную почту Я просто не помню Твою личную почту Да, у меня пришло Два сообщения А, вот Соответственно Если при бронировании Указывалась личная почта Оно автоматом приходит Так же клиент Практически сразу Пришло два письма Все это было Здесь, в общем, нужно ждать Успокоиться Не раньше Деньги не пропадут Если реально Турагент перевел Эти денежные средства Все операторы По вашему договору То здесь переживать сильно не надо Сохраните денежные средства Это на самом деле Очень неплохо Ну да, неплохо Что они сохраняются Вот именно в той валюте В которой вы оплачивали На день Потому что курс может мениться Может он потом 100 будет Может 150 Но у вас будет сокращено Ну там допустим Тысяча, две, три евро Там или долларов Там Это как бы нормально Курс уже, конечно, вряд ли упадет Ну мало ли что бывает Все знают Кто предоплачивает туры Что вторую половину Вы все равно платите Не в рублях А в евро Или в долларах На момент покупки Когда вы будете вносить вторую половину По новому курсу В день оплаты Соответственно Та же сумма Допустим Если вы оплатили полностью 100% То там Допустим Это 2000 евро И она переносится на новую заявку А новая заявка Там уже 2500 Допустим Что это Ну или другая страна Или отель То эти 500 Конечно Евро Ложат заплатить По новому курсу А те пойдут по старому А те пойдут по старому Соответственно В принципе Вы здесь Ну Я бы не сказал Что вы теряете Денежные средства Не теряете У нас уже очень много Заявок перенесено Допустим Те же там Доминиканы Да Мы например Еще пока не смогли Перенести заявку Потому что Теперь мы не знаем Куда нам ехать Да И когда ехать Потому что Ну не знаю Летом просто Мы не практикуем Поездки Для нас слишком шумно Поэтому еще пока Не знаем Как откроется отель Будем решать Ну такой на вскидку Можешь вопросик ответить Если вот люди Хотят отказаться Там за месяц Можешь на вскидку сказать Какая там часть суммы По договору Возвращается Там целиком Там или как Если Если хотят отказаться Странно Договоры Никто не читает На самом деле Когда подписывают А потом начинается Ааа Помогите Значит Если человек хочет Отказаться За месяц За туру Который еще Дум Как бы Официально Не закрыт Но Человек боится ехать Здесь идет По ФПЗ Фактически Понесенным Затратам и потерям То есть Человек пишет Приходит в агентство Заявление О том Что он отказывается От поездка В связи с своими обстоятельствами Боится поехать Все что угодно Мы Со своей стороны Подаем На аннуляцию То есть Я не могу Сказать Сейчас сразу Что ты потеряешь Только ты денег То есть Я подаю Заявление Об аннуляции Компания Рассчитывает Потому что Каждая страна Будь то Эмираты Эмираты Вообще Некоторые отели Могут до 100% Штатов Выставить Каждая страна На свои Подходы Многие Пишут Насколько я читаю Вот у меня Там 30 евро Держали Я отказался Ну это как Большинство Это повезло Значит Изначально Человек Там были Какие-то акции Там У Туи Когда все За 3000 рублей Люди бронировались Как бы Да он потерял 3000 И он как бы Спокоен Это единственный Оператор Которого Были Такие Ну эти самые Остальное Рассчитывается Все в каждом Минитуальном Порядке Соответственно Бывает Что там Могут Всего 30 евро Удержать Но Не забывайте Про то Что 30 евро По договору Там написано Что агентская комиссия Оставляет Свою агентство Потому что Оно Свою Работу Оно Оно Перечислило Соответственно Здесь Поборота За агентскую Комиссию Некоторые Говорят Что Ну вот Мы Хотим Чтобы Все Нам Вернули Агент Свою Работу Сделал О том Что Вы Не поехали Вы Виноваты В этом Сколько Это агентская Комиссия Она Обычно От 7 до 10% Соответственно Здесь Весь Расчет От Туроператора Квазрату Вам Агент Предоставит Что Ваша Сумма Квазрату Если Допустим Без потерь Рассчитывана Соответственно Письмо Приходит Официально Оно Показывается Туристу И Там Полностью Сумма Фактически Понесенных Затрат Указывается С этой Суммой Вы согласны Либо Не согласны Ну Дальше Ваше Действие Либо Вы Идете Если хотите Судитесь Соответственно Но Здесь Можно Понимать Что Вы Первым Делом Подаете На Агент Потому Что Вы К Нему Делся Здесь Агент Призывает К Ответственности Оператора Потому Что Здесь Оператор Несет Там Уже Как Это Действует Судар Сложная Работа Конечно В Нашем Время Сейчас Мало Кто Отказывается Ну Вот Среди Такими Отстоятельствами Конечно Такие Наверное Вещи Появились Потому Что Сейчас Многие Копят Конечно Понятно Весь Год Чтобы Поехать И Скорее Всего Они Перенесут Свой Отдых Чем Падут Вот В Такую Вот Ну Это В общем То Ни К чему Конечно Бывает Что Очень Нужно Хочу Вернуть Деньги Но Всегда Знайте Что Процедура Определенной Законом Предусмотрены И Ну Как Перепрыгнуть Через Них Отдал Это Все Затяжной Вопрос Очень И Конечно Чем Меньше Времени Остается Да Тем То Есть Там За Неделю Еще Там Процент Увеличивается Процент Увеличивается Чем Ближе К Началу Тура Вы Будете Отказываться Тем Больше Вы Теряете Конечно Денег Нужно Это Понимать Ну То То Минимально Могу Сказать Так Что 10 Процентов Всегда Теряется Это Минимально Это 100 Процентов Вы Потеряете 10 Процентов Отдали 200 Тысяч Вы Должны Понимать Что 20 Тысяч Вы Потеряете По Любому При Любых Обстоятельствах Вы Потеряете Эти 20 Соответственно Если У вас Остается Меньше Чем Две Недели То Там 30 Процентов Если Остается Неделя Там 50 Процентов За 3-4 Дня До Отказа Туры Это Может Полностью То Есть Вот Так Мы Сейчас Попытались Объяснить Чтобы Вы Не Впадали В Панику Да И В Отчаяние Что Не Все Потеряно Надеемся Что Ситуация С Коронавирусом Все Ром Ставилизируется И Агентство Не Обанкротится И Начнут И Операторы Продолжат Свою Работу И Все Прекрасно Отдохнут И Да Получат Положительные Эмоции Потому Отдыхать Надо Но Хочу Сказать Так Что Все Роман Бронировать Через Турагентство Намного Выгоднее В плане Того Что Чем Это Конечно Потому Что Вот Эти Потом Возвраты Кто Знаю Там Сами Билеты Покупали Я знаю Когда Турция Была Закрыта Я Сколько Там Пытался Смотреть Там И Букинги И Все Никак У Меня Вообще Никаким Способом Не Вышло Дешевле Чтобы Чем Ты Купишь Турагентство Ни С Регулярными Ни С Такими Ни С Какими Рейсами Сейчас Многие Начали Сталкиваться С Букинга 90% Потому Что Тарифы Все Безвозвратные Еще Какие Ну Да Потому Что Стараются Делать Безвозвратное Вносят Какую-то Сумму И Естественно Тереться Здесь Хотя Туроператор Несет Ответственность За Денежные Средства И Дает Обязательства А Там Вы Сами Несете От Дали Все Говорят Решил Сэкономить 10 тысяч Рублей И Потом Получилось Нет Экономии Нет Когда Летишь Сам Никакой Экономии Нет Таиланд Ни В Доминикану Ни Перекладными Ни Какими Там Вообще Не Ну Если Только Люди Летят На Месяц И Более Месяц И Более Другой Снимают Департаменты Это Само Собой Другой Вопрос В общем Так Ссылка На Агентство Александра У Онлайн Телефон Все Есть Кто Живет В Кресовском Районе Добро Блажаловать Всем Память Субтитры 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 Субтитры